Правило номер один в профилактике наркомании. Чем меньше у подростка свободного времени, тем меньше шансов стать наркозависимым. На комиссии отметили в общем и целом из 127 подростков, стоящих на учете, летом так или иначе были заняты 84. Одни отдыхали в санатории, других устроили на работу через молодежную биржу труда, третьих отправляли в лагерь уголек или на военно-полевые сборы. Для тех, кто оставался в городе, за лето провели несколько сотен спортивных, социально значимых и культурно-развлекательных мероприятий. И это дает свои результаты. В летний период была организована работа на 37 детских спортивных площадках. Было проведено 201 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняло участие более 5000 детей и подростков. Снижается количество общественно-опасных деяний, более чем 50% совершенных учащихся образовательных учреждений. Также снижается более 50% число преступлений совершенных учащихся образовательных учреждений. Еще одним способом решения проблемы наркотизации молодежи является добровольное анонимное анкетирование школьников и студентов и соцопросы. Так, за 2012-2013 годы в анкетировании приняло участие более 1000 человек из 15 учреждений. В соцопросах 900 человек. 98% понимают причины распространения наркомании и называют их. 73% восьмиклассников и 84% десятиклассников считают опасным однократный прием наркотиков. 57% опрошенных детей равнодушно, безразлично или попустительски относятся к людям, употребляющим наркотики. Из 1067 опрошенных 11 детей, что составляет примерно 1% подростков, признались в том, что им приходилось принимать наркотики. Важным моментом анкетирования является выявление подростков, потенциально склонных к употреблению наркотиков. И на это родителям и педагогам нужно обратить самое пристальное внимание. По результатам анкетирования у 153 детей есть риск стать наркозависимыми. Речь идет о потенциально внушаемых детях. И пусть по сравнению с прошлым годом их число снизилось, очень важно именно таких подростков максимально включать в увлекательные виды деятельности – спорт, творчество, волонтерство и прочее. Бороться с наркотизацией молодежи помогает и новое оборудование, которое недавно поступило в город. И пусть оно определяет далеко не все виды наркотиков, только те, что есть в официальном списке запрещенных, это уже большой шаг на пути решения проблемы. Первые результаты уже есть. О своей работе отчитался и социальный центр молодежи. Новой инициативой отряда «Альтернатива» стала блокировка сайтов в соцсетях, на которых рекламируют синтетические наркотики. То есть мы и студентам раздаем это, и волонтерам нас этим занимаются. Это несложно, можно не выходя из дома. И сейчас вот этот номер, где этот номер АСКИ, этот сайт заблокировал. Сегодня речь идет уже о паре десятков закрытых сайтов. Самое важное в таком деле, как их блокировка, то, что сделать это может любой желающий. О том, как помочь нашим детям и стать одними из блокировщиков, можно узнать на страничке ВКонтакте, социальный центр.